29 покупок, и все с истекшим сроком годности. Это испорчено плесенью, а вот крема вот эти вот для лица, с истекшим сроком годности. Причем в прошлом году истекли. Я не быкую, я не могу. У вас там что-то нельзя? Не быкую, сейчас заявление на себя получишь, все понял? Убери за камеру, что ты меня снимаешь? Не уберу. Выключи свои камеры, выключи свои камеры везде. Эй, давай давай, эй, убери за камеру. Ты зря препятствуешь деятельности журналиста. Ну вы что снимаете, скажите? Тебя снимаем сейчас, как ты воспрепятствуешь деятельности журналиста. Так, привет, ну, всем привет. Находимся мы в торговом центре «Континент» на Бухарежской. Вот такой вот крем у нас. Находимся в торговом центре «Континент», город Санкт-Петербург, улица Бухарежская, 32, в магазине «Перекресток». Выявлено много-много вот такого беспредела. Просроченные памперсы, просроченные «Нестагены», просроченные «Нестлески» вот такие детские. И много-много чего другого. Сейчас все увидите. И даже кофе, срок годности которого, истек 26 августа 2020 года. Сейчас мы все это будем покупать. Это, ладно, кофе мы нашли. А мы еще нашли вот такой вот крем «Лореаль» 24 часа для девушек, который предназначен. Он 5-го 21-го года истек срок годности у него. Нашли еще вот такой вот черный жемчуг для женщин 56 плюс. Дневной крем. А срок годности у него истек 18-го, 11-го. И еще один. 29-го, 12-го. Кофе 13-го, 3-го. Вот такое вот. Самое лакомство это у нас вот это. Прям вообще жестко. Сейчас у нас Сан Саныч приобретает просроченные продукты. Еще у нас вот такое вот детское питание есть. Срок годности у него истек 5-го, 7-го. А сегодня какой? 9-е, да? Сегодня, да, 9-е. 9-е июля 2021 года от Рождества Христова. Детский шампунь. Да, это не смешно. Детский шампунь от 2-го, 21-го. Так, здесь у нас 9-е, 18-е. Срок годности 30 месяцев. Получается, в марте истек срок годности. Еще вот такое детское есть. Вот оно. С 6-ти месяцев для детей. Фрутонянин. Четвертое, седьмое. Детский шампунь. Блин, 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 переключай обратно. Чего музыку не дали дослушать? Какая акционная помощь вам требует скорой помощи в чистом из багажа? А, полиция требуется. А что у меня мобильный телефон? 8-9-й. Мобильный телефон ваш. Александр Александрович Маркин. Какая помощь вам требуется полиция? Смотрите, находимся в магазине «Перекресток» по адресу улица Бухарестская, дом 32. Мною и моим товарищам совершены 29 покупок в магазине «Перекресток». 29 покупок товаров, не только продуктов питания, но и товаров для детей, такие как памперсы. Абсолютно все товары оказались некачественными, с истекшими сроками годности, включая товары для детей, включая детское питание. Здесь на месте нам нужен участковый, либо следственно-оперативная группа для составления протокола осмотра места происшествия и для того, чтобы направляли изъятые товары, чтобы их изымали, направляли в Роспотребнадзор по подведомственности. Порезка 32, магазин 35. Представляю вашу дякую работу, до свидания. Ага, спасибо, до свидания. Сотрудники полиции осуществляют у нас доставку. Им сказали, что какие-то на бумаге забрать тут. Бумаги не хватает для того, чтобы срекопировать, например, протокол принятия устного заявления. Нам участковый. Мы вызывали, сказали, нам нужно участковый. Нам нужно съесть на что-то. Да, вот это все некачественное, просроченное, включая детские товары. Ну, просрочку изымать. 29 покупок совершили в чеке. Абсолютно все товары оказались некачественными. Вот, вот переданную стекущую сроку годности. Да, вот, с дежурным поговорить. Оперативный дежурный, какой? Да, на пятый. Алло, здравствуйте. Так, вас плохо слышно. Что вы спросили? Вы кто? Гражданин. Ну. Вы сначала сказали, вы вообще кто? Ну, вы вообще кто? Я вообще кто? Вы точно оперативный дежурный? Вы издеваетесь сегодня давно? Нет, вы издеваетесь, задавая вопрос, вы вообще кто? Я гражданин, который осуществил вызов полиции по адресу Бухарестская, 32. Я объяснял по 112, что нужен участковый, либо следственно-оперативный группа, так как мной и моим товарищам были совершены 29 покупок продуктов, питания и других товаров, в том числе товаров для детей в возрасте до 6 лет. И, естественно, это все нужно изымать протоколом осмотра. А, насколько я знаю, патрульники, поставая службы, не имеют полномочий писать протокол осмотра. Если вы ознакомились с приказом 3.5, вы узнали, что участковый работает до 10 вечера. Знать, немае проблемы. Вы ссылайте следственно-оперативные, у них есть полномочия все это изымать. Вы сейчас не приключили сначала к руководителям? Консультируйтесь. Если никто это вдруг не изымет, то мы все это в управлении повезем. Повезем? Повезем весь этот упляк в управлении. Скажем, что 5 в 5 даже. А вы имеете право изымать какой-либо продукт? Да мы ее уже купили. Просим изъять сотрудников полиции, все правильно. Обязаны изъять и передать в территориальный отдел Роспотребнадзор с материалом в рамках 879 приказа МВД о взаимодействии органов МВД и органов Роспотребнадзора. Да? И вы что-то еще хотите добавить? А мы саммит не изымаем, мы все это оплатили и бросили трубку. Ну она, короче, не вкуривает ничего. Светлана, оперативная дежурная. Она не вкуривает. Вот такие вот мусора работают, как Света, тоже неоперативный дежурный, знаний ноль. Света позорит ваш отдел. В каком она звание у вас? Лейтенант. Лейтенант? Лейтенант. А как она насособирала эту должность? Что? Как она насособирала эту должность? Позвоните, спросите. На лейтенанта-то немного там сособирать надо. Вот сейчас никто не приедет, на оперативную дежурную жалобу полетит в лавку. Света позорит. А что, поворотники не включаются, что ли, да? Позвоните. Алло. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Вот вызов был на Бухарестскую 32 в магазин Перекресток. До этого мы сообщали, что нам нужен участковый или следственно-оперативная группа. Но нам зачем-то двух ППСников прислали. Они набрали номер оперативной дежурной 5-го отдела, которая очень борзо разговаривает лейтенант по имени Светлана. Нам никого так и не прислали. Нам как-то надо решить этот вопрос. Я могу вам протектовать телефоны МВД, дежурной частью. МВД будет положить на пункт, а я бы не отправляю в электронном виде и выбираю. Да, я конкретно их отправляю. Ну вот тогда эту же заявку продублируйте, пожалуйста, в 5-й отдел. Потому что нам такое уполномоченное лицо, которое проводит изъятие, которое пишет протокол осмотра вместо происшествия, так и не выслали. ППС некомпетентна в этих вопросах. Смотрите, я не знаю, если я продублирую, то кто тогда подъедет? Просто, может быть, позвонить нужно по МВД по Фронницкому району вам? Ну, сейчас продублируйте, а потребуется у МВД по Фронницкому району, я найду номер дежурной части. Все, доброе, да. Ага, спасибо большое. 29 покупок. И все с истекшим сроком годности. Это испорчено, с плесенью. А вот крема вот эти вот, джиндитсан, с истекшим сроком годности. Причем в прошлом году истекли. Памперсы, три упаковки. Дата изготовления 06-18. Здесь 07-18. 07-18. И у всех памперсов срок службы 3 года составляет. Абонент не отвечает. За то, что тупляк в МВД привезли. У МВД. Улица Растанная, дом 15. Адрес я продел. А еще раз кто? А еще раз с кем разговариваю? Ровд. Ковалева. Афрундинский РВД Ковалева. Здравствуйте. А вас заявитель беспокоит, который по 112 вызывал участковую либо группу СОК в перекресток на Бухарестское 32. Это получилось так попало территории 5 отдела. Хотел бы оставить жалобу на бездействие оперативного дежурного 5 отдела. Здесь в магазине «Перекресток» мной моим товарищам Кириллом совершены 29 покупок товаров для детского питания, товаров для детей, других продуктов питания. 29 покупок, 29 чеков. Абсолютно все товары оказались истекшими сроками годности. Естественно, если товары для детей в возрасте до 6 лет есть, мы усматриваем признаки преступления согласно 238 статье. Нужен осмотр места происшествия. Фамилия ваша? Фамилия моя Маркин. Зовут Александр Александрович. Хорошо, по-садалу. Жалобы приняты. Хорошо. Что делать с детской просрочкой? Мы здесь все подготовили к осмотру места происшествия, разложили на столики для покупателей вместе с чеками, только чтобы там время сотрудникам полиции себе сэкономить. К нам никого не прислали. Нам к вам здесь, в принципе, рядом на такси приехать с этими товарами и чеками в ОМВД, там изымут. Правильно я понимаю? Как-то здесь не надо. Нам подъедет наряд. Нам не наряд нужен. Нам нужен кто-то с полномочиями осмотра. Вам подъедет просто необходимость. Хорошо? Все, спасибо. Ждем. У вас там что-то нельзя, да? Сейчас заявление на себя получишь. Все понял? Кстати, имеем. Сейчас препятствия в деятельности журналиста. Все. 144-я статья уголовного поля. Вообще оборзел, что ли? 6 лет. Управляющего сюда зови. Ты управляешься? Ты управляешься. Увольняйся. Не увольняйся. Увольняйся. Напиши по собственному заявлению. Вот это все будет отправлено вот сюда. Сам уволишься. Убери за камеру, что-то меня снимает. Не уберу. Выключи свои камеры. Выключи свои камеры везде. Эй, давай... Убери за камеру. А если не уберу, то что будет? И сейчас еще оформим заман. Сейчас еще оформим заман. Приеду мы. Понял? Ты зря препятствий в деятельности журналиста. Ну вы что снимаете? Скажите. Тебя снимаем сейчас. Как ты препятствуешь деятельности журналиста. Ну вы, для чего сюда застали с камеры? Тебе какая разница? Мне большая разница? Я здесь работаю. Работы дальше. Тебе что, кто-то запрещает работать, что ли? Ну а вы что, смотрите. Тебе какая разница? Мне большая разница. Я здесь работаю. Я тебе еще раз говорю. Ты стоишь где? У тебя на работе. Вот и стой. Ну а вы зачем с камеры начали? Тебе какая разница? Я тебе еще раз говорю. Это общественное место. Это составляющий на месте. Кто здесь старший? Кто старший? Старший кто? Старший покажет сегодня я. Это что такое вот это? Это кто? Вот это кто? Вы не знаете, что происходит. А по какой причине ваш администратор воспрепятствует деятельность у журналиста? А? Запрещает фото-видеозапрет у него в общественном месте. Это что такое? Уверен? Вот без камеры. Че? Ты без камеры должна раз говорить не будешь. Ты уверен? Вкройся лучше. Вкройся. Сядь куда-нибудь и сиди, лучше не высовывайся. Я тебе еще раз говорю, ты со мной не разговывайся. Не высовывайся лучше, спрячься куда-нибудь. Спрячься. Спрячься лучше. Ты уверен? А если не уберут, то что будет? Эй, братуха, какой я тебе брат? Какой я тебе брат? Пойдем, сейчас запишем там. Я тебе не брат вообще. Я тебе не брат. Какой я тебе братуха? Иван, ты мне вообще никто. Все, сядь где-нибудь и сиди лучше, молчи. Ты не быкой здесь, э. Здравствуйте. Добрый вечер. Уже почти ночь. А ну, скучно, там уже засъемку в кафе бы кури. Я понял. Так что надо будет его тоже оформить. Ага, Антипа Дмитриевич Васильевич. За воспрепятствия. Он обученный до 4 декабря 24 года. За воспрепятствия деятельности в журнале. Дмитрий Васильевич, совершили с Кириллом 29 покупок продуктов питания. 27 или 28. Это как-то они, да? Да, здесь чеки. И сами товары. Товары есть как и детские, так и обычные продукты питания. Естественно, в детских мы усматриваем 238 икры в часть 2, плюс 2. И кто еще здесь, какие-то продеваются? 238 икры в часть 2, плюс 2. Товары для детей, не соответствующие требованиям безопасности. Они, в данном случае, с общей широкой плотности при упаковке панкельсов, детской панкельсов, насленный, стаджин и даже средства негиденных. Тоже детская, да? Тоже детская, тоже просроченная. Тоже детская, с общей широкой плотности씩 полезным. Тоже давай! Продолжение следует...